Модельер-дизайнер из нашей республики Мадина Джоте представила свою первую коллекцию одежды. О модном показе, об актуальных тенденциях из мира моды, силуэтах и расцветках, которые будут актуальны в этом сезоне, расскажет гость программы. Слово Светлане Шагановой. Доброе утро всем! Да, сегодня мы будем говорить о моде с модельером-дизайнером Мадиной Джоте. Она сегодня гость нашей программы. Доброе утро, Мадина! Доброе утро, Светлана! Мы сегодня решили выйти на природу в наш прекрасный парк «Зеленый остров». Я думаю, мода и природа – это, наверное, совместимые вещи, так как сейчас наступила осень, много ярких оттенков. И сегодня мы, конечно, об этом поговорим. Но для начала хочется спросить вас о вашей коллекции, которую вы не так давно представляли. И сами вы окончили академию. Я думаю, что вы нам сейчас подробно об этом расскажете. Да, Светлана, я год назад поступила в московскую академию «Матрикс», которая окончила спустя год. И завершающим был наш показ, выпускной показ, где я представила свою первую коллекцию. Вот что там было необычного в вашей коллекции, я посмотрела. Вот на мой взгляд, там красивые вечерние платья, да, брючные костюмы присутствуют. И я обратила внимание, там в основном вот черный цвет, да, преобладает. Вот вы как модельер, наверное, почему взяли именно за основу черный цвет? Либо это классика, либо всем это нравится? Ну, я за основу взяла, во-первых, не цвет, я взяла больше ткани. Я обратила внимание сначала на ткани. Так как сейчас очень актуальный твит, и мне понравился именно этот твит. Как бы у других моделеров сначала возникает модель, а потом подбираются ткани. Но почему-то я пошла от противного, я сначала подобрала ткани, и потом у меня в голове возникли эти все модели. И использовались твит, использовался атлас, и использовался фатин. Почему-то эти ткани именно мне на эту осень-зиму приглянулись больше. Ну, знаете, настолько необычна ваша коллекция. Вот прям все, что я люблю, там было, да, вот как вы перечислили. Очень красивая коллекция. Скажите, вот о самом показе, как вот принимала зритель, может быть, кто еще из модельеров там участвовал? Ну, это был выпускной показ Академии. Приглашенные были в основном стилисты, блогеры. А так, это был именно выпускной показ нашего потока. Обычно модельеры вот шагают в ногу со временем, да? Вот что на сегодняшний день модно, к примеру. Вы, наверное, следите за модными домами моды мировыми, да? Да, стараетесь следить. Вот как все-таки создавалась ваша коллекция? Как вот вам пришло все это в голову? Ну, расскажите. Ну, я же говорю, я посмотрела тенденции, во-первых, моды на осень-зима 22-23. И обратила внимание на именно ткани. Твид, это атлас. И обратила внимание на то, что у нас идет отсыл. Все-таки мы знаем, что мода циклична. И сейчас отсыл идет у нас на 20-е годы. В 20-е годы мы знаем это перья, это женственность, это жемчуг, это тот же твит. Поэтому как-то я и пришла именно к первой коллекции именно эту создала. Скажите, ну вот на какую, может, аудиторию ориентирована вот ваша коллекция? Аудитория все-таки девушка 25+, работающая. Я сама работала на госслужбе и знаю. Мне вот хочется сделать девушку, которая идет на работу прекрасную, может выйти с работы и пойти спокойно где-то встретиться с друзьями, с подругами. То есть девушка должна быть, так скажем, 24 на 7 красивой. Ну вот модельерам удается, да, особенно вам. Вот скажите, цвета этой осени, раз мы уже говорим о моде сегодня, какие цвета будут в моде? Вот вы уже говорили, твит, да, будет в моде? Ну, у нас есть для этого институт Пандо, который уже определил нам цветовую гамму. Она будет очень яркая. Это будут розовые, как от ярко-розового, так и до бледно-розового. Это будет зеленый цвет, также отгален, синий цвет, оливковый цвет. То есть яркие цвета будут все-таки в моде. Хотя это и осень, и зима, как бы, да, но все равно нюдовые цвета еще остаются у нас. Скажите, вот вы как модельер, вы какой цвет предпочитаете? Вы сегодня в черном, наверное, все-таки черный или я ошибаюсь? Нет, я люблю черный, конечно же, цвет. Он основной цвет. Но также я люблю очень розовый цвет, именно нюдовый розовый цвет. Ну, и как бы, ну, каждый цвет по-своему прекрасен. Поэтому... Да, это так, каждый цвет по-своему. Я тоже люблю черный, но предпочитаю очень яркие цвета, оттенки в одежде. Даже зимой, чтобы было настроение в первую очередь. Вот скажите, это ваша первая коллекция. Я думаю, что она удалась. Вот, я думаю, что критики моды, наверное, высказали свое мнение. Я думаю, что это было только положительное. Положительные отзывы были о вашей коллекции. И все же, вот это хобби у вас или все-таки это ваша профессия? Ну, я скажу уверенно, что это хобби, которым я была очарована с детства. Я чуть-чуть окунусь, наверное, в свое детство. Наверное, все девочки в детстве ждали кукол. А я ждала от мамы журнал мод, чтобы она мне каждый месяц его приносила. Это была первая бурда. Потом «Космо» пошло, «Космополитен», потом «Вок», «Эли». Вот эти все журналы я с нетерпением каждый месяц ждала, чтобы не только листать странички, но и с упоением их читала. И вот у меня, например, целая коллекция. С того времени осталась целая библиотека, так скажем, этих журналов. И даже сейчас их перелистывая, вижу, как мода цикличная. И это, наверное, прекрасно. Ну, вы, наверное, хорошо рисовали в детстве. Наверное, с этого и началось, да? Ну, для этого не нужно хорошо рисовать. Ну, неплохо рисую. И в какой-то момент я пыталась тоже окунуться в рисование. Но все равно поняла, что мое большее направление – это мода, дизайн, моделирование. Я думаю, да, все это успешно у вас. У вас еще все впереди, да, все ваши коллекции. Вот наверняка первую коллекцию вы показали, да? Наверняка уже у вас есть какие-то задумки. И по последующим коллекциям, вот есть ли уже какие-то наброски? Может, что это будет? Ну, пока я не могу сказать, что это будет. Так, маленький секретик отставим. А могу сказать о том, что меня пригласили на Всероссийскую битву дизайнеров, которая состоится, ближайшая у нас состоится в городе Краснодар в ноябре месяце. Там и будет представлена моя вторая коллекция уже. Очень приятно. Вы уже, наверное, работаете активно над этой коллекцией. Я думаю, мы потом все узнаем. Вы нам покажете и точно так же расскажете в интервью. Мадина, скажите, ну все же, вот вы говорили с детства, все эти журналы моды, да? Вы восхищались, смотрели, вы представляли себя там, может, на обложке этого журнала, да? Модного. Кто ваш любимый модельер? Наверное, это Коко Шанель, в первую очередь. Она тоже очень любила твит, очень любила жемчуг. Второе, наверное, Карл Лагерфер. Вот, он мне тоже. А из нынешних мне очень импонирует, хотя, может быть, оно не связано с моей коллекцией, с женственностью и всем. Это Баленсиага. Скажите, вот для себя вы сами шьете одежду? Ну, наверное, 50 на 50, когда мне где-то что-то нравится у других моделиров. Но я честно скажу, что я очень предпочитаю и люблю российских дизайнеров. Они на уровень, так скажем, они вышли на международный уровень. И очень качественные у наших российских дизайнеров стали вещи, очень достойные, которым можно, так сказать, гордиться ими. Очень приятно слышать такую оценку, да. Ну, мне, к примеру, всегда нравились вот вечерние платья Валентины Юдашкина. Вот, когда он 8 марта представлял эту коллекцию, просто я вот себя видела в этом платье. Шикарное очень платье, конечно. Как вы говорили, вы хотите, чтобы каждая девушка выглядела красиво, да, шла на работу как на праздник. Хотелось бы вот ваше пожелание, может быть, девушкам, как им выглядеть красиво. Некоторые говорят, да, вот нет средств там, да, все это дорого. Вот как все-таки выглядеть красиво, может быть, и не особо затрачивать большие средства. Вот, что бы вы пожелали, как дизайнер? Ну, во-первых, красота же идет изнутри. Мы просыпаемся и должны себе сами говорить, как в том фильме. Я самая обаятельная и привлекательная. А поверьте мне, даже на создание первой коллекции больших денег мне не потребовалось абсолютно. Это желание. Сейчас очень много тканей, много на любой кошелек, так скажем. И можно создать что угодно. То есть, ну, цветите. И каждой женщине я желаю нести женственность в этот мир. Мир, доброту. То, что в нас заложено. Каждый должен быть на своем месте. Спасибо большое, Мадзина. Ну что, от себя лично я хочу пожелать, конечно, вам успехов. Чтобы вы достигли тех высот, о которых мечтаете. Чтобы ваш бренд Мадзина Джате был на каждой обложке журнала, как вы и мечтали в детстве. Спасибо. Всего наилучшего вам. Уважаемые телезрители, приятного вам выходного дня. Выбирайте яркие краски. Всего вам самого наилучшего.